вы не ездите за рулем не езжу почему вы же могли по идее ездить но не ездите знаете как-то так сложилось что всю жизнь я ездила на переднем сиденье в качестве пассажира с тренировки на тренировку я всегда так и была в расслабленном состоянии всегда знала что муж хорошо видит машину настолько что всегда вот и когда я вот поняла когда его не стало что надо садиться ехать и я поняла что мне это настолько некомфортно я себя не чувствую расслаблен в таком положении невозможно ехать как я обычно привыкла ездить а в другом состоянии я этого делать не хочу да наверное может быть и не могу а потом я часто вот ловлюсь на мысли что я не очень люблю садиться вот машина где вот не знаю как человек ведет эту машину поэтому я предпочитаю городской транспорт где можно в конце концов даже если не сидеть только стоять но по крайней мере ты спокойно расслаблен состояние а если удалось сесть это ты вообще можешь почитать что я очень люблю делать когда еду в метро уважаемые пассажиры о подозрительных предметах сообщайте машинисту нашла себя привалова ерина анатольевна россия малаховка московского область родилась окончила факультет журналистики и аспирантура мгу имени михаила сеча ломоносова легкой атлетикой занимается с 1981 года змс 1992 года сборную команду ссср россия входила с 1985 по 2004 год тренер порощук чемпионка олимпийских игр 2000 года в беге на 400 метров с барьерами серебряный призер олимпийских орденов с второго года в стаффете 4 по 100 и бронзовый призер на 100 метровки все правда еще столько много написано что устанешь читать мы находимся в старой так называемой олимпийской деревне где 80 году жили все спортсмены и вот это с 81 года было мое место жительства я здесь выросла и до 2000 года я здесь жила так получилось что у нас квартиры и окна три окна выходили на вот прекрасный вид университет это как космический какой-то корабль который взмывает вверх и вот просто я наверное изначально влюбилась в здание поступив в университет я через какое-то время перешла к тренеру университетскому который еще через какое-то время стал и вообще-то с тренером и спутником на все на всю мою жизнь и университет стал как бы вторым домом привычка читать она осталась с учебы в университете нам там приходилось читать ну очень много всего привычка это осталось теперь даже это не уже не привычка это наверно образ жизни я знала там вот всех вот все окружение всю кафедру весь наверно деканат ректорат и потом когда володя не стало это самой самой разумеющей что я подхватила его группу с этого момента я заняла его место и стала работать и я думаю что как бы у меня других вариантов не было просто это как как мой дом был и остается когда работает второй половины дня и например мне надо университете быть к трем часам то утром у меня девчонки недалеко здесь учатся на малой бромной я люблю прийти сюда и провести здесь несколько часов здесь очень удобно здесь есть столики кресло это может взять любую книжку почитать потом поставить ее на место и уйти вот но я еще люблю правда здесь выпить чашечку кофе купить книжку сесть без кофе почитать поэтому это одно из любимых времяпровождений когда я стараюсь по возможности но несколько раз в месяц так вот выбраться вот как раз за этой книжкой я сюда и приходила это черная книга илья эренбурга я ее сама уже читала подарила друзьям а теперь пришло время дочки читать и я вот за ней поэтому пришла эта книжка о холокосте которые собраны материалы по прям должна была была издана в 1947 году но по причинам того что слишком она слишком страшно и и и и для наверное для чтения в то время были основания ее не печатать ее не не напечатали сейчас алёнь аня слушай я я могу немного задержаться вы обычно разминаете потом ставите колодки делаете три старта в песок с низкого до с низкого старта просто три выпрыгивания потом и три раз тройным под потом делаете по серии сгиб бедра стопа задние проходите такой вот одну серию и два по 150 свободно и все сегодня больше ничего не надо делать и завтра все но я подъеду но могу немного опоздать сегодня здесь и сейчас вы себя кем идентифицируете если вам нужно было бы сделать визитку чтобы вы на ней написали может быть и написала преподаватель доцент кафедры физовоспитания привалова ирина анатольевна то есть сегодня вы не олимпийская чемпионка как как-то идти кому-то говорить я олимпийская чемпионка ну как-то не знаю смешно преподаватели вузов они дольше живут у них большая продолжительность жизни потому что за счет того что они общаются с молодыми а если ты еще при общении еще и осуществляешь какое-то движение физическое физическую активность то это вот как раз и как вы наверно долголетие по крайней мере я на это надеюсь один стоим пять раз на одну ногу пять раз другую ногу потом сразу делаем ускорение делаем возвращаемся туда подбегаем делаем разношку тоже получается опять разношку потом опять же крышки не должно выйти так вас по три серии пошел первый может в этот момент делать разношку потом поменять во первых я все время можно сказать с ними с ними нахожусь какие-то новые идеи они расскажут потом между собой какие-то задачи решают пытаются я тоже пытаюсь что-то там свое слово сказать то какие-то истории в общем-то это современная молодежь и она очень интересна умные хорошие ты понимаешь что пока есть такая молодежь у нас не все пропало в стране у нас есть будущее 1738 слушай ты давай-ка ты на соревнования будешь участвовать большие станции больших они над большим не на 30 уже 300 50 давай хорошо давай давай у них конечно главная сложность это недосып большие у ребят не часто приходят смотришь они бы с удовольствием наверно бы часов десять поспали бы потом смотрю в процессе тренировки начинается расходиться расходиться и часто бывает что ну как бы их даже трудно остановить они очень мотивированные а можно еще запишусь на соревнования но почти в длину до 50 метров отметить давай клеманов в принципе заходить будешь удовольствием все счастливо до пятницы ты только считай сам тогда круги еще куда мы сейчас едем как будто награждать получается это медицинский колледж колледж соревнования по легкой ответить просто мои как бы знакомые преподаватели очень просила я дала согласие хорошо обычно у меня в четверг тренировки начинаются в районе 4 15 4 30 в поэтому утро свободно не очень приятно что вы пришли вас очень ждем ну так что ходите не надо сокращать надо сокращать до 4 этапа за команду номер 7 выступает Сергей Чакунов за команду номер 8 Маслис Багалов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Легкая атлетика – такой вид спорта, где ты каждый раз борешься со своими результатами. Любое достижение, личный рекорд, он воспринимается не то, что ты не думаешь о мировых рекордах. Для тебя вот сегодня конкретно вот этот твой результат, показанный лучше, он для тебя вот на данный момент является твоим личным мировым рекордом для себя. Поэтому это людей заводит, им это нравится. И мне тоже это нравится, что им нравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова